всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня хотел бы поговорить о почтовой рассылке и о том как проводить ее правильно а правильно это значит персонифицировано то есть конкретное письмо конкретному получателю но при этом не вручную то есть мы поговорим о том как проводить малыми силами адресную таргетированную рассылку в этом нам поможет функция mail merge который есть стандартном наборе microsoft office итак перед нами девственно чистый лист на котором постепенно появляется какой-то текст предположим что у нас намечено два заседания на разные даты по разным вопросам и мы хотим пригласить туда разных людей поставим многоточие в местах с изменяемым контентом чтобы потом его найти теперь обратимся к базе данных которые заранее создал в excel видите я придумал 13 имен с несуществующими адресами один реальный адрес мой собственный чтобы проверить как работает рассылка базу данных по контактам можно делать вручную а можно использовать скрейпинг и вытягивать информацию из интернета как это делать смотрите в этом уроке в нашей базе есть имя и mail и нам нужно еще две графы помните мы хотели ранжировать письма по дате заседания и адресу объекта соответственно одну графу называем дата другую адрес часть людей предположим мы знаем какую приглашаем на 8 февраля ой не сюда по объекту на улице тверской дом 5 часть на 12 февраля по дому 6 на никитской ситуация выдуманная в реальных рассылках чаще всего нужны и только имя и mail и название организации все это скрепится вручную ничего не подгоняется и в таком случае можно оперировать большими базами вообще не используя ручного труда у нас тут все готово и мы сохраняем файл под именем база контактов теперь возвращаемся к нашему письму и начинаем слияние это происходит здесь собственно mail merge потому что это закладка по-английски mailing а это мерч и так давайте пройдем классическим путем который предлагает word то есть используем пошаговый мастер слияния выбираем что мы хотим получить если кстати у кого-то нет возможности отправить электронные сообщения из морда то вам просто нужно установить и настроить на компьютере почтовую программу поддерживающую mapi самое простое это outlook нажимаем далее использовать текущий документ до далее выбрать получателей до из существующего списка давайте найдем наш список нашли видите он предлагает использовать первую строку как заголовки объект эту опцию можно отключить но мы оставим вот она наша база ок далее создание сообщения блок адреса нам не нужно вот строка приветствия нужно он предлагает строку приветствия такого вида и это первая проблема женский и мужской род формат уважаемый в скобках а я это по-моему отвратительно а главное сводит на нет весь шарм персонифицированной рассылки поэтому оставим это поле вообще пустым а в нашем приветствии удалим обращение ранжируемая парадам собственно эта фраза в кавычках и обозначает место куда будет подставлено соответствующее значение из базы данных у нас есть еще два таких места дата и адрес подставляем соответствующие названия столбцов из нашей таблицы excel смотрим что получилось ну вроде все отлично как выглядят другие письма тоже хорошо нет нехорошо вот тут проблема со знаками припинания возвращаемся к таблице excel он кстати не даст открыть таблицу пока вы не закроете word подровняем пунктуацию и заодно раз уж зашли решим проблему женским и мужским родом я сейчас делаю потом объясню заводим графу пол и маркируем например женщин сохраняем открываем наше письмо и идем лечить мешанину с родами добавляем уважаем и вставляем поле пол пока ничего не понятно ничего страшного заходим в раздел правил выбираем правило и то есть если и создаем правило если поле пол равно значению же вставить а я если нет понятно мы меняем окончание в зависимости от пола проверяем все работает осталось отправить письма он сам понимает что нужно брать адреса из столбца email тему создаем единую для всех формат оставляем html окей письма ушли давайте теперь посмотрим что в итоге пришло мне на почту кроме сообщения о невозможности доставить письма на несуществующие адреса одно пришло на существующий то есть мой уважаемый владимир александрович и так далее все получилось 14 писем улетела ну что еще добавить при массовой рассылке пожалуйста будьте сдержаны не превращайте важное современное дополнение к вашей работе в спам помните что письма должны содержать полезную для получателя информацию все любите друг друга пишите письма оставляйте вопросы в комментариях к этому видео подписывайтесь на канал и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий есть и и и и и и и и